да так ну меня зовут полина паллада мне 24 года я закончила в этом году университет направлению дизайн-рекламы я кто календарик я делаю календарик и рисую картиночки за что меня можно посадить ну да я против того что происходит в украине и мне кажется что такие простые христианские ценности которые наше православное общество должно бы разделять и никакой праведной войны не существует против войны в социальных сетях выступила петербургская художница феминистка и представительница удмуртского народа палладе она была задержана на двое суток из статьи надежда дает тебе силу действовать портреты россиян рискующих всем чтобы поддержать украину американский журнал тайм 27 апреля 2022 год накануне 9 мая дня когда россия празднует победу над нацистской германией история повторяется снова палладе подозреваемая по делу о телефонном терроризме была задержана а затем освобождена через 48 часов из публикации битва палладе французский информационный сайт tv5 mond 7 июня 2022 год нет ничего безопасного в этой стране сейчас силовики давит на гражданских и политических активистов с помощью угрозы уголовных дел по самым разным статьям из материалов сайта черный февраль поддержку политзаключенных по антивоенному делу палладе башурова находится под обязательной явкой и подпиской о невыезде по версии следствия 1 марта в 77 отделение полиции поступил звонок о якобы заложенной бомбе это стало поводом для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 2007 против неопределенного круга лиц в случае если уголовное дело будет продолжено каждому подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы но по единственное что я боюсь это смерти наверно что еще можно бояться а оттуда с выборской стороны сто тридцать тысяч человек не только это женщина разумеется но именно женщины были самыми активными работницы текстильных заводов они во первых покинули свое рабочее место во вторых они пошли к экскурсии это здорово потому что во первых ты не просто где-то там читаешь статью находишься в этом месте ты можешь себе представить что вот поэтому проспекту политеянному да там сто лет назад шла толпа женщин с этими сковородками кастрюлями они требовали окончания войны смены власти и прав себе ты можешь это представить и это было сто лет они тысячу лет назад я отвела две экскурсии по петербургу и все это завязано на двадцатых годах мы сейчас тоже живем в двадцатых но в другом веке но я столько вижу параллели что вот есть например александра экстер в моем университете если они говорили то как русская французская художница которая занималась костюмами такое но александра экстер родилась в украине в еврейской семье прожила пол жизни в киеве основала там свой кружок занималась украинским искусством а у нас она почему-то русская в 1924 году александра экстер отправилась в италию составе делегации ссср советский союз экстер больше не вернулась из биографической справки на сайте культура рф у меня обустроенный быт я люблю свою квартиру не хочу из нее никуда уезжать когда ты хочешь что-то делать в этой стране чтобы эта страна становилась лучше и чтобы люди которые живут в этой стране становились капельку хотя бы если не счастливее то более менее одинокими наверное тогда тогда ты не хочешь уезжать из этой страны потому что зачем ну не хочешь у тебя есть свой дом я не хочу я я вот лучше там не знаю тюрьме свой дом обустрою я вот вчера занималась с этими всеми цветами и думала о том что надо будет обязательно попросить кого-нибудь в случае чего притащить мне какой-нибудь сезон или еще куда-нибудь куда меня могут запихнуть семена чтобы посадить во дворике зелень и поливать ее ну чтоб там мята росла почему бы и нет первый раз когда меня задержали мне первый раз задержали в ноябре я пять лет занималась активизмом меня задержали уже столько в ноябре я была почти на всех митингах вот тогда у меня был такой первый шок я не понимала что делать не понимала но я была тогда не одна нас было четверо всем активистки проводили акцию в день борьбы с гендерным насилием на набережной мойке они прикрепили на манекен распечатанные заголовки новостей о насилии надели ему на голову венок и возложили цветы из публикации на сайте медиазона 25 ноября 2021 год первую ночь мы спали по двое каждая в камере без каких-либо пенок матрасов просто на этих скамейках на следующий день нас перевели всех в одну камеру и мы сидели вчетвером в камере отдел отдела полиции но нам уже принесли коврики для йоги на которых можно было хотя бы сесть и не не получить себе синяков на заднице вот и когда мы просились в туалет нам говорили вы слишком часто ходите в туалет мы говорим у нас месячные и менты такие месячных нормативных актов нет почему в нормативных актах нет месячных почему кто эти акты составляет тут будет самая полезная информация о сопротивлении подписывайтесь если еще нет до войны я занималась искусством но с первого дня войны я перегруппировалась и занимаюсь исключительно антивоенными проектами палладе полина создала свой телеграм-канал 26 февраля 2022 года на следующий день после того как в россии было организовано феминистское антивоенное сопротивление сокращенно фас навальные навальнисты это экстремисты кроме навальнистов в принципе все вся оппозиция уничтожена все эмигрировали как бы вот где-то рядом с оппозицией уже очень долго формировалось феминистское крупное сообщество которое сейчас превращается в движение в собрали в десяти карточках отчет о том как прошли наши антивоенные акции 9 мая спасибо вам всем огромное хэштег день беды из публикации в телеграм-канале феминистского антивоенного сопротивления газета женская правда вот она появилась тоже в преддверии 9 мая но это последний выпуск уже 5 за 27 июня сейчас она выходит в шаг один раз в неделю она вот миметрирует под районную газету у нее заголовки как бы такие ну и собственно опять же распространяется она не откуда-то не вертикальная потому что нет такой возможности в России макет макет подготовленной печати просто выкладывается в социальных сетях и как бы вот кто хочет тот его печатает и распространяет так как считают комфортным Вчера вечером распространяла пятый выпуск вашей газеты оставляла на лавочках в разных местах города это уже второй раз когда я так делаю когда я шла мне было не по себе даже страшно но когда я зашла в один из дворов чтобы положить там газету у кого-то там громко играла песня каска плакала песня украинской исполнительницы на украинском языке и мне стало как-то легче что ли и я почувствовала что я не одна из публикации в телеграм-канале феминистского антивоенного сопротивления Работать со своим страхом потому что как я вижу что во многом страх он разумеется оправдан но он только преувеличивает то что происходит вокруг ну то есть да страшно что к тебе приходит обыск но пришел и пришел ну вот они сфабриковали дело в телефонном терроризме два судопроизводства не происходит потому что они не смогут никак доказать того или предъявить мне какие-то обвинения что я к этому как-то причастна как они это докажут ну я очень хотела бы в это верить что со мной все будет нормально но ну посадят ну посижу это ж не смерть если бы у тебя был бы рупор который кричал на всю страну что бы ты сказала? я бы две фразы сказала первое это традиция это передача огня не поклонение пеплу а второе это никто не свободен пока не свободны все нет очень вот и все со мной это